приветствую вас дорогие зрители подписчики моего канала сегодняшнее видео посвящено теме как узнать длину нити 100 граммах я начну с того что у меня вот есть вот такие две бобинки из которых я вижу сейчас в настоящее время две шали о них я вам расскажу позже в других своих видео но из этих же ниточек я уже вязала розовый бактус бактус шаль и на моем канале есть видео об этом сейчас вы увидите ссылочку в правом верхнем углу и так я захотела узнать какова длина нити будет в 100 граммах вот от этих бобинок и так в каждой бобине посмотрите вот такая тоненькая ниточка очень тоненькая вот видите вот я вижу в две ниточки потому что мне так удобно я вижу крючочком номер 125 и вижу вот в две нити этого вполне достаточно узоры у меня которые я использую для вязания ажурные поэтому для ажура такой толщины нити вполне достаточно моя задача на сегодня узнать какова длина вот такой двойной нити 100 граммах и так для этого я сейчас возьму и буду сматывать нить от этих двух бобинок маленький клубочек этот способ вы можете использовать то есть он подойдет для любых ниток мы сматываем до тех пор пока вот не сочтем нужным остановиться и пока мы не сочтем что достаточно данного клубочка нами смотанного для того чтобы определить его вес вот так как эти нити у меня довольно легкие поэтому я буду наверное много сматывать наверное положила лучше поставлю у меня получится клубочек не такой маленький я его побольше сделаю а дальше что мы будем делать я вам расскажу и так я продолжаю сматывать клубочек из этих тоненьких ниточек извините если еще раз повторюсь наша цель на сегодня определить длину длину нити в 100 граммах мне удобнее определять именно 100 граммах они 50 а если мы с вами определим длину нити в 50 в 100 граммах то и 50 граммах будет легко определить и так я сейчас смотаю клубочек до такого размера который нам удобно будет потом возвешивать наша задача отмотать определенное количество нитей и потом определить вес вот этой нити отмотанной далее уже путем простых математических расчетов можно будет легко сделать вычисление так вот такой то меня получился клубочек ну-ка я наверное еще отмотаю чтобы он весил хотя бы я не знаю 2 грамма там а может быть 3 так насколько бы он не весил мы с вами сможем в любом случае рассчитать даже если он будет весить 1 грамм рассчитать длину нити будет легко так вот уже клубочек увеличивается я хотел вам показать этот способ определения длины нити 100 граммах чтобы вы при необходимости его использовали например бывают такие случаи что этикетка потеряна и мы не знаем ну каково там какова длина нити а порой это значение для нас важно не даже самой интересно потому что нитка тонкая но сколько там может быть длина нити 800 до метров 100 граммах или может быть полторы тысячи не знаю такой маленький клубочек он выпадает ну и так клубочек вот уже увеличился достаточно в размерах он достаточно увесистый уже то есть я думаю что на электронных весах мы его легко можем взвесить ну вот этот клубочек потом я использую вязание конечно все уйдет я буду без отходно использовать все нитки ничего выбрасывать не буду так ну здесь в общем то эта часть понятно сматываем нити длину которых необходимо узнать 100 граммах поэтому клубочки будут у всех разные у кого-то может быть толстая нить у кого-то тонкая так у меня вот такая так ну вот я думаю достаточно такой клубочек вот он а он уже весит до принципе я думаю даже 5 грамм может быть весит я отрываю нитку и сейчас мы идем в магазин где есть электронные весы итак я вернулась из магазина и как вы видели что этот клубочек весит всего 2 грамма и сейчас давайте с посчитаем сколько же здесь метров я отмотала нитки и так я буду вы знаете наверное по 20 сантиметров отмерять вы скажете да ну это мало но так как у меня возможности экрана не позволяют сразу там метр отмерить у меня просто такой технической возможности нет поэтому я ограничусь вот 20 сантиметрами потом эту цифру все-таки удобно умножать так сделаю сейчас чтобы вам было видно итак начинаем отмерять сколько нити я смотала в этот клубочек итак считаем 1 2 3 ой у меня рука съехала начинаем заново ну такое тоже у вас может быть у меня почему-то так получилось так 1 2 3 4 я нить немножечко натягиваю на не сильно 4 дальше 5 6 7 8 9 10 если у вас нить которая тянется например акриловая нить то вы ни в коем случае и не растягиваете когда будете замерять и в то же время она не должна вот так вот ложится вот таким образом то есть она должна быть натянута именно с таким натяжением чтобы не сильно растягивать не сильно растягивалась и так 10 мы отмерили то есть это уже два метра дальше продолжаем у нас уже 4 метра у нас уже 4 метра отмерили ладно дальше поехали у нас уже 10 метров и остался вот такой маленький клубочек продолжаем отмерять 12 метров и смотрите тут остался маленький хвостик то есть я считаю что мне повезло мы будем считать что в двух граммах 12 метров вот эта куча ниточек я сейчас попробую снова смотать все в клубочек чтобы они пока они не перепутались сейчас постараюсь это быстро сделать и так у нас в двух граммах 12 метров так если в двух граммах 12 метров давайте примерно прикинем сколько это будет в 100 граммах то есть нам нужно 12 умножить на 50 правильно правильно я рассуждаю как вы считаете и так 12 умножаем на 5 это будет 60 о 600 метров и так 12 умножить на 50 600 метров получается в 100 граммах потому что я считаю что значит 2 грамма по 2 грамма в 100 граммах это 50 раз а у нас 12 метров в 2 граммах получается мы должны 12 умножить на 50 и получим количество пряжи в 100 граммах да у нас получается такой метраж то есть для чего нужно вот это знание метража нужно для того чтобы допустим если вы захотите связать подобную вещь ажурную чтобы она имела такой же размер таким же вы хотите вязать крючком из такой же плотностью ну и так далее то есть с аналогичными параметрами но из другой пряжи вот как вам подобрать подходящую пряжу то есть зная метраж мы можем уже в магазине выбирать себе подходящую пряжу метражом 600 метров 100 граммах то есть это очень удобно я считаю что для таких целей подойдет пряжи то есть вот мы с вами с вами измерили 600 метров в 100 граммах соответственно если вы захотите вязать аналогичное изделие то подойдет пряжа метражом 580 метров 100 граммах или допустим 620 там а 700 метров или 800 уже будет конечно тоньше то есть вы должны это понимать итак на сегодня это все я надеюсь что это видео было для вас интересным если действительно видео интересное и полезное ставьте лайк не забудьте подписываться на канал чтобы не пропустить новые видео нажмите на колокольчик всего вам доброго до новых встреч дорогие друзья